Привет Стрэш, меня зовут Джонни Лейни, ты на канале Трипл Вайп, и да, сегодня мы говорим о револьвере в памяти навсегда. Что это за револьвер? Ну, если ты задаешься этим вопросом, значит пвп в Дестине ты обходишь стороной, ведь любой успешный страж знает, что это лучшая, высшая, эксклюзивная награда в компет Гарниле. 500 килов с луны, 5500 очков состязательного рейтинга, и она ваша. Это, ой, какая непростая задача, нужно сказать, парой роликов назад я рассказывал о своем опыте получения первого револьвера из этого плейлиста, Лунный Вой, который тоже достать для большинства игроков, ой, как непросто. Ну, а этот револьвер, думаю, что его получат не больше игроков, чем палаш Редрикса в предыдущем. В том видео я спросил, есть ли кто-то из зрителей моего канала, кто выбил в памяти навсегда, может быть поделится кто-то аком, для того, чтобы я обзорчик запилил, и вот, как вы видите, ак не мой. Спасибо огромное Тимозаврику за это, по-хорошему завидую твоему терпению и возможности выбить этот ствол, но об этом чуть позже скажу пару слов. Геймплея годного записать толком не успел, я сыграл не так много матчей с этой пушкой, но для того, чтобы заметить разницу, того хватило. Давайте пробежимся по перкам. Великолепный вой, перк, который есть и на револьвере лунный вой. После двух точных попаданий, то есть в крит, увеличивается урон на короткий промежуток времени. На очень короткий. Лично у меня это всегда было так. О, прокнул вой, ого-го, и все. Никого не нашел, поспешил, просрал момент, назвал себя криворуким, психанул, задезморалился, пошел по наклонной, короче. Но если вы все же с активным перком выйдете на противника, он откинется с двух попаданий, что ну очень приятно. Постижение дзен будет улучшать стабильность при нанесении урона, что приходится тоже очень кстати. Также дальность стрельбы будет увеличена высокоточными боеприпасами, удлиненным стволом и абсолютом на дальность стрельбы. И как раз вот тут мы поговорим о разнице с луной. Главными отличиями я бы назвал АИМ Ассист и эффективное расстояние. Стрелять в голову с памяти по ощущениям куда легче, чем с той же луны или веры. И это приятно. Оружие тебя слушается, работает даже на довольно большом для револьвера расстоянии. Даже если обычно в голову из револьвера тебе мешает попадать коннект, карта, тиммейты, ну или геймпад, ну ты понял. Даже в таких ситуациях попадать будешь. В тех ситуациях, в которых обычно я бы выбрал дуэль на импульсных винтовках, на больших расстояниях, можно спокойно стреляться с памяти. Да, это все же заметно выделяющийся револьвер на фоне остального оружия. На фоне любого другого револьвера, кроме луны. Играя с луной на прямых руках, вы будете проигрывать чаще только из-за недостаточного показателя расстояния. Отнеситесь к памяти навсегда как к экзотической версии луны. Боже, какое же неудобное название для того, чтобы выговаривать его так быстро. Получить его смогут ничтожно малое количество игроков. Кому-то не хватит скилла, кому-то времени, кому-то команды или еще чего-то. Но оно и к лучшему. Не так часто вы будете нарываться на, как вы его называете, имбаланс в обычных режимах. Хотя лично я вот как раз имбаланса в этом и не вижу, из-за редкости оружия в первую очередь. Сам я, вероятнее всего, не успею его получить на свой аккаунт, хотя, безусловно, и был бы рад. И как и в случае с луной, скажу, не парьтесь ради этого револьвера, если с пвп у вас, ну, так себе. Страдания, нервы, рейдж. Не думаю, что это стоит того. Такие пушки выбиваются в команде, дружной и скилловой, и все такое. В соло? Вообще нереально. Тем более, если у вас не получается выбить его самостоятельно, не стоит кого-то просить протащить. Кривые руки этот револьвер вам не поправит. Еще раз спасибо Тимозаврику за предоставленный аккаунт. Смог вот благодаря тебе, людям диковинного зверюгу показать. А, кстати, насчет зверюг. Артем не только в ппп бегает, а еще и котикам помогает со своим приютом. И только дурак подумает, что я рекламирую. Это скорее наглядная демонстрация, что такие пушки получают не только прыщавые задроты ноу-лейферы. Это круто. Так что, если вы к котикам неравнодушны, можете связаться с Артемом и как-то там помочь братьям меньшим поддержать. Ну и заодно про горнило перетереть можно. На этом, пожалуй, точно все. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лунный лайк. Подписаться на канал и удачи тебе в горнило страж. Пока.